Здравствуйте! В сегодняшнем занятии речь пойдет о вот этой группе инструментов. Несколько уроков назад мы рассмотрели такой инструмент, как красный глаз. На этом занятии познакомимся со всеми остальными, а именно с заплаткой, восстанавливающей кистью и точечной восстанавливающей кистью. Выбирая первый инструмент в этой группе, точечная восстанавливающая кисть, давайте рассмотрим, как работает этот инструмент и зачем им пользуется. Перед нами портрет девушки. Все бы хорошо, но если его немного приблизить, Ctrl+, увеличу масштаб, то на лице можно заметить некоторые дефекты кожи. Вот хорошо заметны на лбу, на переносице и немного на виске. Инструментом точечная восстанавливающая кисть эти дефекты можно очень быстро убрать. Каков принцип работы этого инструмента? Для того, чтобы удалить какой-либо дефект, нужно сначала подобрать размер кисти. Размер кисти должен быть немного больше, чем размер дефекта. Как и в обычной кисти, размер можно изменить на дополнительной панели свойств инструмента. Точно так же меняется жесткость. Либо это можно сделать с клавиатуры, изменяя размер кисти при помощи квадратных скобок, уменьшая или увеличивая. Итак, как я уже сказал, размер кисти должен быть немного больше самого дефекта. Нажимаю левые клавиши мышки. Дефект кожи устранился. Каким образом это происходит? Данный инструмент анализирует пиксели, которые попадают внутрь кисти. Анализу подвергаются цвет и фактура. А в конечном результате, после нажатия левой клавиши мышки, выдается нечто среднее. Как результат, очень хорошо удаляются всякие дефекты кожи, царапины на фотографиях, различный мусор на фотоснимках и прочие вещи. Оставляю тот же диаметр кисточки и продолжаю удалять дефекты. Буквально один клик, один за другим дефекты кожи исчезают. Еще немного увеличу масштаб. Ctrl плюс. Здесь что-то похожее на след от небольшого шрама. Зажав левую клавишу мышки, можно немного протянуть кисточку по дефектному месту, и тем самым от него избавиться. Ctrl минус. Уменьшая масштаб, лоб стал совершенно чистый. Пока отменю в истории все действия. Для того, чтобы показать, чего не стоит делать этой кисточкой. И так, как я уже сказал, для того, чтобы избавиться от ненужных дефектов, где бы там ни было, лучше всего это делать однократными нажатиями. Что произойдет, если мышкой не нажимать однократно, а просто зажать левую клавишу и попробовать одним таким движением избавиться одновременно от всех ненужных элементов. Из-за того, что область анализа становится большой, этот инструмент перестает отслеживать текстурные изменения на фотографии, в результате чего образуется самое обычное размытое пятно, которое очень хорошо заметно. И так, чтобы этого избежать, не делайте сильно длинных проходов мышкой этим инструментом. Ctrl-Z отменю последнее действие и однократными нажатиями удалю все ненужные элементы на коже. Еще немного осталось на виске. И вот здесь. А что же делать, если действительно надо на фотографии заменить какой-то длинный участок? Например, длинную царапину на старой фотографии, длинный шрам на лице или, скажем, трещину на асфальте. В этом случае удобно воспользоваться следующим инструментом, который называется восстанавливающая кисть. Принцип его работы точно такой же, как у своего предшественника. Но он не просто анализирует пиксели, которые попадают внутрь его кисти. Этот инструмент требует предварительно указать источник, откуда ему нужно брать цвет и фактуру. Поэтому, если вы просто нажмете левой клавишей мышки, вы получите вот такое оповещение, говорящее, что необходимо предварительно выбрать источник. Для того, чтобы выбрать источник, достаточно нажать клавишу Alt. Курсор превращается в мишень. Немного уменьшу размер кисти квадратной скобкой. Хочу удалить вот этот дефект кожи, который есть на носу. Сделал кисточку чуть-чуть больше, чем сам дефект. Поднимаюсь немного выше. Зажимаю клавишу Alt. Из этого места буду брать источник. Один раз нажимаю левую клавишу мышки, Alt отпускаю. Сейчас навожу на переносицу, зажимаю левую клавишу мышки и провожу вдоль дефекта кожи на носу. Я пока специально не отпускаю левую клавишу мышки, чтобы вам было видно. Чуть выше курсора находится крестик. Он показывает, откуда в данный момент берется источник. Отпуская левую клавишу мышки, смотрю на нос. Дефект благополучно исчез. Ctrl минус. Уменьшаю масштаб, можно сделать снимок в истории. Посмотрим на портрет до ретуши и после. Идеально чистое лицо получилось. Перейду к следующему файлу из папки с примерами, который называется катер. И при помощи восстанавливающей кисти удалю название лодки и, например, скопирую один из иллюминаторов трюма. Ctrl плюс. Увеличиваю масштаб, чтобы было удобнее работать. Выбранный инструмент восстанавливающей кисти. Квадратной скобкой увеличиваю размер кисти чуть больше самого названия. Зажимаю клавишу Alt. Отсюда буду брать источник. Один клик левой клавиши мышки. Обратите внимание, что внутри курсора сейчас сразу указывается текстура, которая будет замещаться что бы то ни было по нажатию левой клавиши мышки. Это очень удобно, потому что сразу видно, во-первых, подходит ли цвет для замещения, а во-вторых, достаточно ли большой размер кисти мы выбрали. Мне кажется, что размер кисточки маловат, потому что нижняя граница чуть-чуть закрывает край. Наверняка несколько раз придется проводить по названию для того, чтобы полностью его закрасить. Проще снова переместиться на новое место источника, увеличить размер кисти и заново его переназначить. Зажимаю клавишу Alt. Клик левой клавиши мышки. Вот сейчас название полностью будет удалено. Ставлю в начало курсор. Зажимаю левую клавишу. Провожу по названию. Название как не бывало. Ctrl минус. Аналогичным способом можно скопировать окошко трюма. Увеличу масштаб. Конечно, мы можем взять инструмент, например, прямоугольного выделения, обвести, взять инструмент перемещения, клавиша V и зажав Alt скопировать его рядом. Ctrl D снимаю выделение. Однако после этой операции очень четко видно край предварительно сделанного выделения. Отменю в истории сделанные действия. Ctrl D снимаю выделение. Восстанавливающая кисть такого недостатка лишена. Зажимаю клавишу Alt для того, чтобы выбрать источник. Кликаю левые клавиши мышки. Навожу курсор, например, вот сюда. Зажимаю левую клавишу. Провожу. Идеально точно и ровно создался второй иллюминатор. Перехожу к следующему снимку. Из папки с примерами для этого урока. Для того, чтобы рассмотреть заключительный на данном этапе инструмент заплатка. Надо заметить, что если предыдущие два инструмента в большей степени предназначены для редактирования небольших участков на фотографии, то инструмент заплатка, наоборот, чаще используется, когда необходимо быстро и качественно заменить обширный участок. Например, я хочу удалить вот эту яму из асфальта и заасфальтировать ее. Выбрав инструмент заплатки, по принципу обычного лассо, зажав левую клавишу мышки, обвожу ею вокруг этой дыры. Отпустив левую клавишу, выделение автоматически замкнется и создастся. Далее, поместив курсор внутрь выделенной области, зажимаем левую клавишу, перетаскиваем выделение. Отпускаю левую клавишу мышки. Photoshop сам анализирует поверхность и выдает некий усредненный результат. Ctrl D, снимая выделение, в принципе, хорошо. Мне нравится, например, вот этот участок. Снова обвожу его по принципу лассо, устанавливаю курсор внутрь выделения и сдвигаю его немного в сторону или вверх, куда угодно. Если передвинуть его на две сплошные полосы, выделенный участок заменится ими. Но они нам пока не нужны. Перемещаю примерно вот сюда, чтобы совпадало по цвету и тону. Ctrl D, снимая выделение, готово. Делаю снимок в истории. Смотрим на то, как было. Как стало. Быстро и очень качественно. На сим краткий обзор этих инструментов заканчиваю. В следующем уроке разберем такой инструмент, как штамп, который по своему действию и функциям очень похож на восстанавливающую кисть. После чего перейдем непосредственно к более сложным практическим занятиям, посредством которых можно будет лучше познакомиться с работой этих инструментов. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...